Всем привет! Напоминаю, каждый, кто внесёт донат по ссылке на экране или оформит спонсорскую подписку на этом канале, попадёт в начало следующего видео. Сегодня я говорю спасибо зрителям Алексея Тереза, V-Light, SpityHedge, Артём Шойму, Тимофей Джиггернаут, Данил Суслов, Шумеру, Sleep, OKTV.ru, Майка, Амурчанин Юрий, Project Nelson, Марк Шварцкоп, а также Курьер. А теперь перейдём к видео. Вчера на канале вышло видео в рамках коротких роликов, в которых мы обсуждаем различных персонажей. Посвящено оно было Ричарду Грею, самому создателю. И было бы странно сегодня не обсудить его друга Гарольда, ещё одного героя серии Fallout, который так полюбился публике ещё в конце 90-х. Гарольд это особый мутант, который каким-то чудесным образом пережил экспедицию в Марипозу, когда Грей стал создателем. Если последний упал в чан и превратился во что-то ужасное, то вот Гарольд каким-то чудом после того, как ударился головой, очутился на поверхности вдали от базы. Так парень стал не совсем гулем и не совсем мутантом, да ещё и из его головы стало расти дерево. Но я думаю, давайте обсудим Гарольда спокойно и по хронологии всех событий, что с ним произошло. Кстати, традиционный вопрос. Как звали дерево, которое произрастает из головы бедного мутанта? Ответы оставляйте в комментариях под этим видео, а также не забывайте ставить ваши ядер лайки, подписываться на канал и со всей силы теребить колокольчик. Так вы не пропустите другие интересные ролики. Ну что ж, приятного просмотра. Итак, старина Гарольд на момент прибытия Ричарда Грея в городок Хаб был самым настоящим главой местных караванщиков. Великую войну он пережил в убежище 29, которое было заполнено детьми. Гарольду на тот момент было всего 5 лет. Убежище 29 открыли в конце 21 века, и тогда Гарольд был уже взрослым и твердо для себя решил, что обязательно станет торговцем, который путешествовал бы между выжившими в пустоши. Дела шли очень даже хорошо, ведь в 2096 году он уже становится начальником караванов в Хабе. Как я говорил вчера в ролике про Ричарда Грея, на Хаб в какой-то момент стали нападать монстры, которые шли откуда-то с северо-запада. Экспедиция во главе с Греем была не очень долгой, на протяжении месяца группа выслеживала откуда шли монстры, пока наконец не нашли военную базу Морипоза. И живым в этой экспедиции остался лишь старина Гарольд. По крайней мере так все думали, ведь создатель навсегда пропал от глаз обитателей пустошей. Гарольда нашли какие-то торговцы. Он на тот момент 4 дня лежал без сознания и уже слегка мутировал. Бывшие партнеры никогда главы караванов вкинули товарища, как это обычно и бывает. И теперь Гарольд стал обречен на нищенское существование. Когда выходец из убежища 13 наконец находит в хабе Гарольда, тот может рассказать главному герою о когтях смерти, что поможет герою в победе над супермутантами. И в этот момент Гарольд пускай и выглядит очень плохо, однако все еще напоминает обычного гуля. В первой половине 23 века же Гарольд обитает в городке Гека, где помогает местным гулям запустить реактор в Посейдон. Примерно в это же время на его голове начинает вырастать небольшое деревце, которое к тому же по слухам начинает плодоносить. Никто особо из-за этого не тревожится, как и сам Гарольд. Он считает дерево своим товарищем и даже иногда подшучивает над ним, называя другими именами. И вот мы подходим к самому худшему, что разработчики могли сделать с лором игры в отношении Гарольда. В третьей части сценаристы из Бефезда решили, что будет весело отправить Гарольда запада на восток, а затем пускай растение, выросшее на его голове, так сильно прорастет, что по сути сделает Гарольда заложником своего же тела. И для одинокого путника будет стоять выбор – убить Гарольда, что тот просит сам у главного героя, либо же последовать советам людей, которые считают Гарольда богом. Одни хотят, чтобы местный оазис так и остался небольшой территорией, а другие, напротив, желают, чтобы Гарольд еще больше разросся и весь этот оазис распространился на территории всей пустоши. И тогда земля вновь начнет плодоносить, мир снова станет прекрасным, а не обычной выжженной пустыней. Отчасти можно понять последних, и скорее всего, если бы мы не знали Гарольда, то так бы и поступали. Но, черт возьми, как же жалко старика. Может быть, он и провел на начало своей жизни Икшай со всякими караванчиками, что были не особо честны не только с жителями пустоши, но еще и друг с другом. Но большую часть своего существования Гарольд был обычным парнем, никогда не мешающим и абсолютно безвредным. А в некоторые моменты даже очень полезным. Опять же, вспомнить историю с его помощью выходцу из 13-го убежища, а также починку реакторов Гекка. Но как можно подвернуть этого парня еще большим мучениям? Напишите в комментариях, что сделали со стариной Гарольдом в третьей части, когда проходили игру в первый раз. Будет очень интересно почитать. На самом деле, в изначальной третьей части Fallout, которые должны были разрабатывать Black Isle, если бы не обанкротились Интерплей, Гарольд также должен был появиться в немного неординарной роли. Растение в его голове должно было заболеть, чем ухудшить состояние и самого Гуля. Бедный мутант искал помощь у одного из племен, которое на данный момент живет в его родном убежище 29. А в итоге, вылечив свой недуг, он должен был осесть в одном из городов, в котором главный герой должен был найти его в 2253 году. Но не в таком состоянии, в котором обнаружил его одинокий путник в Fallout 3 от Bethesda. Ну что же, настало время вставить свои пять копеек, как обычно. Я не скажу, что мне не понравился квест Оазис. Когда я проходил первый раз, то это было восхитительно встретить знакомого еще по первой части персонажа, пускай и вот так сильно измененного. Причем встречу это авторы ставят так, что тебе непонятно, о чем ведут речь местные жители. Но затем, когда ты видишь в дереве знакомое лицо, и он начинает говорить, то как-то сразу тепло становится на душе. Особенно учитывая, что до этого момента на столичных пустошах происходит самое различное действие, которое не сильно похоже на то, что мы видели в классических частях. И тем не менее, немного обидно, что Гарольда решили превратить в мученика, который не только на наших глазах может погибнуть довольно жестокой смертью, но еще и абсолютно перестает быть тем забавным персонажем Гулли с веткой в башке, которого мы запомнили во второй части. У Гарольда могло быть очень много вариантов развития, пускай бы он даже отправился на этот чертов восток, где вступил бы в какую-нибудь подобную тусовку, пускай бы его считали божеством и так далее и тому подобное, но такая жестокая и ужасная кончина столь забавного персонажа, это довольно стрёмно на самом деле. Но действительно, на протяжении классических частей было столько самых разных ублюдков и уродов, но для данной участи взяли именно Гарольда. С одной стороны, разработчиков с Бефездом можно понять, они просто хотели вернуть нам Гарольда и решили довести сюжетную арку парня до финала так, как хотели, но принять я его не особо хочу. А какие эмоции встреча с Гарольдом вызывала лично у вас? Я более чем уверен, что многие зрители не играли в первую и вторую части до третьей, однако даже подобных игроков встреча с огромным страшным говорящим деревом должна была произвести хоть какое-нибудь впечатление. Если вам понравилось это видео и вы хотите и дальше по вечерам смотреть такие вот маленькие ролики с разбором лора очередного персонажа, то обязательно поставьте под ним ядер лайк и напишите в комментариях, про кого бы вы еще хотели посмотреть и обсудить. Кроме того, не забывайте подписываться на канал и группу ВК. Еще я начинаю стимить на Твиче, пока что по вторникам и субботам, но постепенно хочу перебраться именно туда. Так что, если вам интересны мои трансляции и вы смотрели их на Ютубе, то переходите по ссылке в описании. Полностью я туда перейду еще не скоро, но опять же, по вторникам и субботам будем с вами там встречаться и общаться. А на сегодня все. Играйте в хорошие игры. Всем удачи и пока!